Прабхупада на Маврикии Прабхупада на Маврикии Прабхупада на Маврикии Прабхупада, мы очень рады видеть вас в своем обществе и приветствуем вас от имени населения Маврикия на этом острове. Мы надеемся, что ваш четвертый визит понравится вам. С вами Джей, как надолго вы приехали сюда? Программа рассчитана на неделю. У вас какая-то особая программа, лекции или... Я не знаю, что они подготовили, но мой секретарь говорит, что все будет продолжаться неделю. У вас были какие-то мысли по поводу Маврикия перед поездкой сюда? Моя мысль проповедовать сознание Кришны, поскольку из-за недостатка этого знания в мире люди не могут исполнить миссию своей жизни. Поэтому я пытаюсь познакомить весь мир с этим сознанием Кришны, не обращая внимания на различия в касте веры и в свете кожи. Бог для всех. И мы забыли о наших отношениях с Богом. Поэтому мы так страдаем. Он дает наставления в Бхагавадгите. Если мы последуем им, то станем счастливыми. И они преуспели в том, чтобы лишь ускорить смерть. Это называется прогрессом. Вы можете умереть в любой момент. Как только человек садится в машину и разгоняется до 100 км в час, он найдет на смертельный риск. Это называется прогрессом. Раньше люди ездили на бычьих повозках или на конных повозках из одной деревни в другую. Это было примитивно. Теперь мы можем передвигаться за сотни километров от дома, чтобы заработать денег, и мы рискуем умереть в любую минуту. Это называется прогрессом. Разве нет? Разве нет? Раньше люди были довольны тем, что пахали землю, собирали зерно. Теперь они начали управлять заводами. Ценой тяжелого труда тысяч людей. Какой-то директор получает прибыль и наслаждается жизнью. Это прогресс. А эти негодяи, рабочие, они думают, почему эти люди получают прибыль и снимают сливки? Ведь работаем мы, почему бы нам не забрать ее? Это называется коммунизм. И принимая, когда он выздоравливает, он почувствует, «О, так он же сладкий». Тогда он должен признать, что жизнь в этом материальном мире проблема. Нет, он не находит счастье из-за того, что он слишком материалистичен. Это болезнь. Это болезнь. Ее нужно излечить с помощью бхакти-йоги. Вот так, в бхакти-йоге вначале этот путь может показаться нам горьким, поэтому они не приходят. Но если они примут бхакти-йогу, то излечатся от материальной болезни и почувствуют, что это же очень сладко. Так... 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 Итак, шатри — это тот, кто защищает от вреда. Кшат — значит «вредить». Предположим, если я без каких-либо оснований причиняю вам вред, долг правительства — защитить вас. Пока мне не присудили наказание в виде какого-то насилия, он не может вас защитить. Это тоже необходимо, поэтому в обществе должен быть кшатрий. Браманы должны быть учеными, они должны давать наставления, советы. Кшатри должны защищать, производить, развивать экономику, а остальные должны помогать, шудры. Приходит от множества светильников. Ваша проповедь основана только на Гите? Да, это высший свет. Свет может быть разный. Есть солнечный свет, а есть такой. Этот свет не идет никакого сравнения с солнечным. Свет исходит отовсюду. Но это не значит, что солнечный свет и этот свет одно и то же. Прежде всего поймите это. Вы спрашивали о свете. Сначала поймите, что есть разные степени света. Вы не можете приравнивать этот свет к солнечному свету. Это ваша обязанность изучить. Но мы лишь даем вам представление о том, что свет исходит отовсюду. Вот есть светлячок, это тоже свет. И солнечный свет тоже свет. Но вы не можете приравнять свет светлячка к свету солнца. Ваша обязанность различить, где светит светлячок, а где солнце. Это вы должны сделать. Связаны с некоторыми империалистическими странами. Пусть они говорят эту чепуху. Что я могу сказать? Каждый прохвост будет нести всякую чепуху. Как я могу это пресечь? Столько прохвостов вокруг. Поэтому мы пытаемся превратить этих негодяев в людей. Такова наша программа. Пока он остается прохвостом, он будет продолжать нести бред. Что я могу поделать? Свами, одну вещь я хочу узнать. Этот слог, с которым вы написали этот слог? С вами? Да. Об этом говорится в третьей главе, двенадцатой песни, Шимад Бхагаватам. У вас есть все Бхагаватам? Двенадцатая песня. Можете взять себе на заметку. Там много всего. Человек может понять отличие мертвого тела от живого. В живом теле есть душа, а в мертвом душе нет. Решение есть. Попытайтесь понять Кришну. Тогда вам не нужно будет больше рождаться в материальном мире. Это очень просто. Он больше величайшего. Меньше величайшего. По ночам летают маленькие насекомые. У него целая система. Кришна в атоме. Это Кришна. Знание. Философия. Логика. Вы хотите изучать Кришну? Столько книг. Вы не успеете прочесть их даже за целую жизнь. Кришна. Мы уже опубликовали 60 книг. Мы уже опубликовали 60 книг. Браман и Парабраман. Кришна – это Парабраман. Кришна – это Парабраман. Мы все Браман. Но Кришна – Парабраман. Вы думаете, Свами Джей, что человек может стать совершенным? О, да. У человека есть эта возможность. Поэтому в человеческом обществе есть школы, колледжи, образование, культура. В животном обществе этого нет. Потому что люди могут стать совершенными, а животные нет. Если они отказываются от должного образования, то это ужасный вред. У них есть возможность, но власти не дают им ее. Нет. Вы имеете в виду, что совершенство – это стать Богом или стать человеком? Вы не можете стать Богом. Что же значит совершенство? Совершенство значит стать праведным. А можно интересоваться политикой? А почему нет? Кришна занимался политикой. Он попросил Арджуну сражаться. Это политика. Ради благой цели. Верховная личность, Бхагаван, сказал, «Мой дорогой Арджуна, как эта нечистота проникла в тебя?» Такое поведение не достойно того, кому известна высшая цель жизни. Оно приведет тебя не в рай, а к бесславию. И комментарий? Комментарий. Кришна – это Бог, Верховная личность. Поэтому в Гите Кришну везде называют Бхагаваном. Бхагаван представляет собой высший аспект Абсолютной Истины. Существуют три стадии постижения Абсолютной Истины. Бхагаван, или безличный вездесущий дух, Параматма, хипостась Всевышнего, пребывающая в сердце каждого живого существа. И, наконец, Бхагаван, или Верховная личность Бога, Господь Кришна. В Шримад Бхагаватам эта концепция Абсолютной Истины описана следующим образом. Абсолютную Истину постигают в трех аспектах, которые тождественны друг к другу. Эти уровни Абсолютной Истины называют Бхагаваном, Параматмой и Бхагаваном. Эти три ипостаси Бога можно объяснить на примере Солнца, который также проявляется в трех ипостасях. Поскольку тело рождено в Америке, он думает, я американец. Если тело рождено в Индии, он думает, я индиец. Если тело родилось в индуистской семье, то он считает себя индусом. Какая реальность? О какой цивилизации можно говорить? Итак, это движение сознания Кришны означает попытку устранить это представление о жизни. телесное мировоззрение. Животное тоже думает, я собака, я кошка, я корова, я осел. Все это из-за телесных представлений. И если мы, люди, остаемся на таких телесных позициях, то мы не лучше животных. Мы также зависим. Но если мы только делаем, что удовлетворяем четыре потребности тела, тогда мы животные. Помимо этого, мы должны обрести понимание, что мы отличны от своих тел. Я душа. И у души есть потребности. Если вы не разовьете это понимание, то останетесь животными. Стремление установить мир в мире. Это тоже одна из ваших целей? Да. Все стремятся обрести мир. Я уже говорил об ООН. Они тоже пытаются установить мир в мире. Но необходимо знать верный путь к этому. Война также необходима. Когда есть демоны, демонов следует наказывать. Но мы должны уметь отличить демона от праведника. Возьмем, к примеру, любое хорошее государство. Например, наша страна Индия считает, что мы обрели независимость благодаря движению ненасилия Махатмы Ганди. Но вы думаете, Индия придерживается принципа ненасилия? Что человек может предложить мне с любовью, преданностью цветок, листок. Он говорит о вегетарианских вещах. Он никогда не говорит, предложи мне мясо. Итак, бакта или преданный ест прасад, остатки пищи, предложенные Кришне. Он предлагает Кришне вкусные блюда, халаву, разгулу и сандеш, пури, качори, разные самосы, разнообразные деликатесы. Мы не чувствуем необходимости убивать животное и есть его плоть. Мы не видим в этом необходимости. Хотя мы выросли в такой культуре, став на этот путь, мы почувствовали, что утратили вкус к этим вещам. Нам это уже не нужно. На самом деле, нас это даже отталкивает. Если кто-то предложит нам что-то мясное, мы сразу же отвергнем это. Мы не берем даже пищу в самолете. Мы берем свою пищу с собой. Хотя мы платим за обед в самолете. Это первоклассная пища. Тем не менее, мы отказываемся от нее. Они предлагают нам фрукты, и нам этого достаточно. Когда мы летели сюда, компания Air India и стюардессы были очень удивлены, почему мы приготовили такую изысканную пищу. Почему вы отказываетесь? Никто не интересуется духовной жизнью. Поэтому покупателей нет. И мы идем сами и продаем наши книги. Как вам удалось так значительно повлиять на общество Америки? Те ценности, которые вы проповедуете, повлияли ли они в значительной степени на американцев? О, да. Вы можете поехать в любой город Америки, в любой город. Каждый знает Харе Кришна. Нет, я не это имею в виду. Я имею в виду, стали ли американцы менее жестокими или эгоистичными? Что ж, нет, если только они не следуют нашему движению, те, кто следует нашему движению. Недавно проводилось одно исследование. Результаты были опубликованы очень известным социологом в Америке из Центра теологии Калифорнийского университета. И он пишет в своей книге, что члены этого движения раньше были хиппи-наркоманами, а теперь они стали слугами Кришны и человечества, любящими и верными слугами. Итак, он подтвердил после тщательных опросов, что тот, кто следует, кто присоединяется к этому движению, его жизнь коренным образом меняется. Он маститый профессор, и его книги раскупаются в высших кругах. Профессор Джуда. Совершенная успешная жизнь. Я не знаю других движений. Мы распространяем наши движения на основе Бхагавадгиты. Это движение Кришны, поэтому мы называемся сознанием Кришны. «Если вы знаете о Бхагавадгите, то говорите об этом. Не нужно привносить кого-то еще». Я хотел бы спросить, почему вы создаете класс Саньяси, как вот эти люди? Вы думаете так по невежеству. Вы не знаете, что такое Садхарма. Согласно Бхагавадгите, Садхарма – это Варна-шама-дхарма. Четыре варны и четыре ашрама. Браман, Кшатри, Ваща и Шудра. Есть четыре варны. Четыре ашрама – это Брамачари, Грихаста, Ванапраста и Саньяса. Итак, наша индийская культура – это Варна-шама-дхарма. Это система социальных и духовных укладов жизни – Варна-шама-дхарма. Пока человек не придет к этой системе, он не является даже человеком, он животное. Главным образом мы получаем свои средства с продажи книг. Шила Прабхупада написал около 60 книг, по 400 страниц каждая. Эти книги издаются Бакфериданте Буктрастом, в центре которого находится в Лос-Анджелесе, Лондоне, Бомбее и Лондоне, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Мы выпускаем довольно большие тиражи. Прежде всего, у нас есть ежемесячный журнал «Обратно к Богу», который сейчас создается миллионным тиражом каждый месяц. И также книги. И каков объем продаж? Объем продаж – приблизительно 250 000 долларов в месяц. Примерно между 3 и 4 30 утра мы принимаем утреннее омовение и ставим тилаку на тело в 12 местах. Затем мы посещаем Мангал-Арти, поклоняемся божеству. Здесь у нас есть божество Горни-Тай, в других храмах Радха-Кришна. После Мангал-Арти мы совершаем джапа-медитацию. Мы повторяем по меньшей мере 16 кругов джапы на четках каждый день. На это уходит примерно 2 часа в день. У нас проходят лекции по Шримад-Бхагаватам, состоящим из 12 песен и 18 000 стихов. Этот труд был переведен Шиле Праппаде с подробными комментариями к каждому стиху. Поэтому каждый день мы внимательно изучаем один стих и пытаемся осмыслить его. Затем мы принимаем просад. Мы вегетарианцы, мы не приемлем мясо, рыбы или яиц. После этого каждый занимается своими утренними обязанностями, самой разнообразной работой. Таким образом, день продолжается примерно до 10 вечера, когда мы ложимся спать. У нас есть школа Гурукула в Далласе, где мы очень... наших детей, детей наших семейных людей, дети поступают в школы в 5-летнем возрасте, где в обществе других детей постигают принципы сознания Кришны. Их обучают английскому языку и санскриту. Их учат чистоте, и воспитывают как брахманов, лидеров общества. Современная цивилизация нуждается в этом. В классе брахманов. Говоря о классе брахманов, мы не имеем в виду, что они рождаются брахманами. Мы говорим о качествах брахмана. Сейчас брахман — это тот, кто родился брахманом, но от этого человек не становится достойным брахманом. Если, например, мой отец — верховный судья, это не значит, что я тоже верховный судья. Мне тоже нужно будет поступить в университет, обучаться там, и адвокатура должна признать меня. Итак, в настоящий момент нет такого заведения, которое действительно обучает брахманов. А без брахманов... Брахманы призваны стать лидерами общества, как упомянул Шила Прабхупада в системе Варнашимы. Лидеры этой системы Варнашимы — это брахманы. И теперь мы видим, что в современной цивилизации нет никого, кто... Спасибо вам большое, Свами Джи. Ваше пребывание будет очень плодотворным после такого самоотверженного труда, что вы сделали по всему миру. И я хотел бы встретиться с лидерами этого места, поскольку, если они осознают важность этого движения, то моя миссия будет успешной. Вы сможете увидеться с ними? В Бхагавадите говорится, что, что бы ни делали лидеры, обычные люди последуют за ними. И так, если лидеры Маврикия поймут важность этого движения, то я уверен, это только пойдет всем на пользу. Спасибо вам, Свами Джи, от лица населения Маврикия. Мы очень вам благодарны. Весь мир пребывает под длением телесных представлений, даже великие нации. Например, ваш премьер-министр отправился в ООН. В ООН много больших людей. Они будут говорить, и они говорят уже последние 30 лет. «Люди учредили ООН, но не могут найти решение проблемам жизни, поскольку они упускают основной принцип. Они не знают о нем». Каждый рассуждает с позицией тела. «Я индиец, я американец, я немец, я англичанин» и так далее. Поэтому решение не находится, ведь главный принцип в корне неверен. «Пока мы не поймем, что пренебрегаем активным принципом в теле, проблемы не решатся». Скажем, вы не можете излечить болезнь, пытаясь избавиться от одних лишь симптомов, не играть в азартные игры, не принимать одурманивающие средства. Это материстическая жизнь. В противном случае, в чем разница между этой жизнью и той жизнью? Итак, если мы придерживаемся материстического образа жизни, то нам будет очень трудно понять это движение сознания Кришны. «Матинна Кришны, азартри витактурна». «Митру ми паддвейт, азартри витактурна». Почему? «Аданте гобгер». «Аданте» значит «необузданные». «Неконтролируемые чувства». «Сегодня утром, когда я гулял по побережью, мы нашли много вещей. Бутылку от Кока-Колы, пачку сигарет и так далее. Итак, есть ли необходимость в этой Кока-Коле?» «Мы не употребляем все это в нашем обществе. Мы не пьем Кока-Колу, мы не пьем Пепси-Колу, мы не курим. Столько всего продается на рынке в огромных количествах благодаря рекламе, благодаря завлеканию бедных покупателей. Но все эти вещи бесполезны, в них нет никакой необходимости. Однако, поскольку наши чувства не обузданы, они делают на этом большие деньги на бесполезных вещах. Итак, мы должны держать свои чувства под контролем. Если мы действительно хотим в духовной жизни, если мы действительно хотим освободиться от этих материальных кандалов, то мы должны научиться контролю чувств. Такова нравственность». Скажи, 자신оль��, политики, Иногурность. Три, Мы не создаем ни дома, мы не создаем дома, поэтому мы не создаем. Это же самое. Бизнес-то же, это все, но мы не создаем. Это же самое. Субтитры создавал DimaTorzok